Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня предлагаю коротко поговорить о том, кто же все-таки такие общественные инспекторы профсоюза по охране труда. Общественный инспектор – это, собственно, может быть любой член профсоюза, привыкаемый на общественных началах к работе по общественному контролю за соблюдением законодательства по охране труда на каждом рабочем месте. Общественные инспектора избираются на общем профсоюзном собрании, либо конференции. И свою работу начинают с того, что знакомятся с непосредственными руководителями работ, представляющими там нанимателя, с контролирующими органами, с инженером по охране труда. С общественным инспектором организуется обучение основным вопросом охраны труда. И на весь период его полномочий ему выдается удостоверение. Важной частью работы общественных инспекторов – это участие в общественном контроле за соблюдением охраны труда в организации. Это может быть ежедневный контроль на участке в смене, в бригаде, ежемесячной, в цехе, в отделе, ежеквартально, в организации в целом. В журналы периодического контроля общественный инспектор заносит все выявленные замечания. Полезно в этой связи общественному инспектору просто подготовить план какой-то работы по охране труда. Какие там могут быть вопросы? Обследовать состояние безопасности труда на рабочих местах. Контролировать, как работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проверять, насколько своевременно проводятся инструктажи. Как обучаются безопасным методам работы. Участвовать в мониторинге. Насколько наниматель исполняет коллективный договор. Ну и принимать участие в периодическом контроле. Чем еще может быть полезен общественный инспектор профсоюза простому работнику? Тем, что он всегда рядом с ним. Он непосредственно на производстве знает все нужные потребности. К нему можно первым обратиться. Как человек квалифицированный, знающий производство, он всегда может дать точные советы. И этот решит там ваши сомнения. Решить какие-то конкретные вопросы. Если есть нарушения, опять же, он может поговорить с вашим руководителем, с инженером по охране труда. Он может даже письменно обратиться к руководителю организации. И тот даст ему какой-то ответ. То есть, в принципе, люди эти нужные. И для начала хотя бы просто познакомиться с ним. Найти, кто ваша организация, общественный инспектор. И дальше можно с ним контактировать, работать. И на этом все, наверное, на сегодня. Спасибо, что были на канале.